всем привет решил немного снять видео там материал сама идея скажем так не моя но может кому-то пригодится ровной степени наклеивания абразивов на какие-то прямоугольные предметы плоскости особенно будет актуально кто использует точилки типа apix но и вообще в быту абразивы различные для наклеивания на какие-то прямоугольные предметы в принципе нам понадобится абразив данный материал именно сиа сиа ласт сиа лак но расскажу почему именно он немного подробнее по поле вариант довольно простой берем малярный скотч любая поверхность чтобы это все дело прорезать можно использовать разные варианты клеем с наружной лицевой стороны абразива далее берем любую в принципе плоскость в данном случае не с не ошибаюсь допам дуб такой старый ровный плоский дуб но можно любую использовать пластину а пластинах отдельно попозже скажу далее все это дело держится она не очень скажем так хорошо но это не так важно в данном случае далее кладем обратной стороной непосредственно фиксируем саму плоскость здесь хорошо видит довольно сумбурно это решил снимать практически не глядя все лишнее в принципе можно отрезать это не так актуально далее чтобы это все углы ровные были прорезаем вдоль плоскости любым ножом и складываем складываем соответственно опять прорезаем почему именно сиа лак сейчас попробую показать но в чем плюс скажем так абразив разный есть там вариантов использования миллион скажем так вот давайте уже дорежу принципе если использовать точилки больше не надо вариантов заворачивания сейчас попробую это все несколько этапов полностью отрезать усилие очень большое нож очень острый вот вы видели там буквально три-четыре прохода в чем плюс у сиа лака с поближе углы покажу именно это абразив сиа он не дает прорезать полностью сначала прорезается бумага а угол с абразивом остается абсолютно целым для каких-то может быть кому что использовать вариантов масса кому нужна плоскость для какой-то обдирки для шлифовки возможно для банальной заточки кухонного ножа размер абразива может быть абсолютно разным то есть начиная там какого-то крупного заканчивая в принципе самым мелким нам в районе трех четырех тысяч с найдете далее все это также обрезал вариант дальше это все тем же малярным скотчем закрепляется хорошо видно ничего сложного в этом нету вариант довольно простой но именно если учитывать углы углы были ровные тут видно сами углы не обрезаны и очень очень ровные повторюсь также для эксперимента взял можно использовать вообще банально клей кстати вот табровский клей-спрей такой баллон кому интересно будет я не так давно его покупал может месяца полтора назад старый кончился тут по моему на пол литра может даже больше этого клея 400 рублей даже ценник остался вот в принципе можно нести на поверхность любого материала далее снимается он довольно просто при использовании также поверхность если это металл или пластик можно обработать каким-то растворителями снять еще раз покажусь а сейчас хорошо видно чем все в принципе отличается делаем прорез и на сгиб также с этой стороны он сейчас хорошо видно то есть прорезается бумага в первую очередь независимо от слоя из довольно такой приличный слой бумага прорезается абразивная часть она еще идет на отдельной основе что дает возможность выстраивать какие-то углы также фасадные части то есть можно сделать два прореза будет абсолютно ровный угол если там какую-то криволинейную ну не знаю зачем она может понадобиться но в принципе варианты разные бывают с криволинейностью надо конечно угадывать для чего это надо ну и загибать ее по шаблону по трафарету но в принципе то же самое сначала прорезается давайте попробую сейчас снять этот слой слой довольно приличный довольно плотная бумага за ним идет непосредственно уже слой отдельно наклеенный с абразивом то есть в первую очередь и плотность немного разная то можно отдельно сказать что не портится режущий инструмент которым вы это делаете в принципе тоже довольно актуально так как со временем требует заточки инструмента которым режете либо его износ то есть вот экономика должна быть экономной как говорится такие варианты они особенно для дома но его для использования точилок в один слой если это все накладывать с ровными углами если это прорезать насквозь буквально надо три-четыре сильных движения что тоже немаловажно угол абсолютно ровный также можно использовать два прореза прореза если сделать снять фаску использовать для заточки сериаторов актуально можно взять любой абсолютно радиус использовать уже по назначению то есть вариант такой абразив стоит недорого это в данном случае 400 один из самых универсальных потому что по мере использования зерно скажем так верхний слой острые грани стачиваются и получается что можно использовать более тонким его способом но с абразивом отдельная история это надо подбирать под каждый вариант но вот если использовать в быту в частности в каких-то условиях домашних ну и вообще в режиме экономии очень очень хорошо подходит вариант так что таким способом можно использовать разные абразивы зернистости очень много я еще так для отдельного эксперимента все это дело очень удобный для бормашин тоже можно использовать при шлифовке каких-то вариантов также по любым материалам дерево кость там металл пластик тут надо подбирать отдельный абразив ну а в частности вот буквально какая-то плоскость или полукруг любая сфера используя небольшие какие-то хитрости в данном случае да банальный малярный скотч сам абразив и за счет того что не прорезается сразу вторая часть абразива то есть так как это с многослойная склейка идет очень экономично очень ровно и качественно получается раз поближе покажу то есть углы абсолютно ближе к идеальным идеального ничего нет но в данном случае также это всем можно многослойно сделать если какие-то не точные работы и постепенно просто снимать слой за слоем это такой инструмент он прослужит очень долго если точные работы и нужна очень сильная плоскость еще раз повторюсь вот клей спрей в данном случае это американский абра который на нашем рынке на на самый недорогой доступный с ним тоже варианты есть там по склейке потому что надо рассчитывать степень нанесения очень тонкий слой он держится вообще буквально его можно самому снять если более плотный наносить это надо будет подождать немного придерживая он соответственно время склеивания увеличится плотность тоже если более толстым соответственно увеличивается сама площадка под абразивные свойства вот этом склеивание на то есть там не совсем ровно получится но тут тоже варианты есть можно какие-то сделать прорези все индивидуально это все надо под пробовать вот если банально взять плос просто идеальную плоскость на нее нанести слой наклеить абразив ну подождать немножко там требуется в описании есть там минуту две придержать это все будет довольно скажем так ровно но это относительно именно ножей там какого-то столярного инструмента для бритв все же это там очень индивидуально и все же я считаю что для бритв вот даже если учесть что это очень твердый материал на котором все это нанесено если в один слой наверное на финише на стадии обдирки это подойдет на финише даже используя самые мелкие абразивные материалы это не совсем годится но для каких-то вариантов в быту это очень много может где пригодится там вариантов ну опять же у каждого свои так что такое вот немножко спонтанное сумбурное видео буду продолжать есть у меня еще тут фасады уголки там и плоскости вычищать можно вариант наклейки даже на миллиметровые пластины обгибая их используя вот эту систему то есть просто банально подрезов именно тот угол даже в миллиметр там в полмиллиметра он загибается очень хорошо а по поводу бритв так отдельно сейчас скажу так что хотел сказать ну вот будет не скоро будет еще видео там с большим количеством бритв я сейчас доведу до ума но и на этом наверно закончу с опасными бритвами потому как пару сотен тысяч уже вложено и вариант пока как у нас экономика если что-то останавливается в сфере покупки товар деньги товар все должно двигаться сейчас я понимаю что кризис и не у всех есть возможность что-то купить мне они тоже не достаются бесплатно я вкладываю деньги свои заказы все в разных странах я приостановил у знакомых так как у меня просто нет свободной наличности вот из последнего видео что будет там конечно много чего очень интересного опять же плана очень недешевая скажем так но это наверное мой финишная прямая так как в данном случае сейчас тоже с новой работой еще три собеседования прошел осталось еще парочку но это отдельная история и в целом наверное если вот из последнего видео все что будет и заинтересует далее уже буду работать только по отдельным заказом потому что это все сейчас очень дорого не считая в моих затрат я вообще не считаю время силы там это ладно на поиске банально купил сделал предложил вот этот вариант плюс какое-то время пока это ждется курс там но наверно тоже сложно все это сумбурно так не знаю из интересного так но сделаю небольшой так будут пума старинные 38 год идеале очень интересный вариант пьяна эта компания которая просуществовала до 45 до 1945 года чем она интересная она заказывала у разных немецких мануфактур довольно известных под себя под своим брендом и вот такой вот у нее логотип интересный конечно дьявол демон тут уже кому как очень интересные у них и качественные бритвы заказывали они для америки но под своим брендом попробую сфокусировать еще раз такой вот демонический экземпляр еще раз на вопросы также отвечу очень много пишет приобретая что-то сколько стоит отдельно за . той или иной бритве те бритвы которые я предлагаю уже непосредственно видео абразив хоть для вида положим я их подготавливаю полностью для бритья перед отправкой после оплаты соответственно нет такого что я сделал мой показываю бритву а за нее отдельно надо еще что-то доплачивать там футляры ко всем бритвам прилагается независимо это там дорогая бритва или дешевая идет бритвы футляры из кожи они различные сейчас покажу каким-то оригинальные идут я кладу оригинальные если есть возможность я их показываю если забываю бывает забываю но в общем в целом чем смогу как говорится помогу но это такое видео до досмотрел кто до конца наверно отдельное спасибо чем надеюсь кому-то пригодится именно советую вот эти абразивы потому что они позволяют ты очень бизнеса стойкие качественные есть конечно варианты разные но вот в исполнении именно если брать на отрез это очень качественные абразивы даже при сгибании уголков ничего не сыпется ничего не облезает а это очень большой показатель качества всем удачи всем пока так что ближайшее время подготовлено надеюсь ближе к новому году на подарки постараюсь все это сделать минимальные суммы возможно какие-то скидки на предыдущие модели либо какие-то подарочные варианты но тут опять же все это индивидуально обращайтесь пишите рассмотрю все варианты и все предложения соответственно все индивидуально как говорится пообщаемся увидимся и все прочее всем удачи всем пока